Добрый день, в эфире программа «Полезный город». Меня зовут Владимир Сметанин, мой собеседник Дмитрий Востричкин, руководитель департамента институционного оборудования компании ANT Trade. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Собрались мы здесь, вернее присутствуем с вами здесь для того, чтобы поговорить о том, что же такое умный дом, но об этом чуть позже. Я думаю, что название компании ANT Trade, оно впервые сейчас прозвучало для многих наших слушателей. Давайте все-таки поясним, о какой компании идет речь и чем она занимается. ANT Trade – старая уже, к сожалению, компания, основанная музыкантами со штаб-квартирой в Америке, Беверли-Хиллз, и имеет несколько структур. В основном специфика – это профессиональное аудио, видео, музыкальное оборудование. Ну, кроме того, сейчас современная электроника. Именно профессиональная, да? И профессиональное, и бытовое. То есть есть два разных АТ Trade. Один профессиональный, в структуру которого входят, например, такие магазины, как Мусторг. В вашем городе он есть. И второе подразделение – это так называемое бытовое домашнее, которое занимается такими системами, как Hi-Fi, Hi-End, а также системами автоматизации. Для цене тебе звука, что называется. Да. То есть мы расставляем полный спектр оборудования в профессиональных студий. Ну, например, микрофон, который у вас стоит, это наш брат. И у вас тоже стоит. Микрофон. Это наш микрофон. И до аудиосистем высшего класса, которые стоят дома. Ну, давайте переходить уже подробнее, расскажем о том, что же представляет из себя умный дом. Ну, тоже словосочетание, наверное, для многих не знакомое, но вы как раз здесь студии для того, чтобы рассказать обо всем подробно. Ну, мы не очень профессионалы любим Реттермин, потому что он очень коммерческий, придуман. На Западе опять же, да? Американцы, естественно. Они придумали этот маркетинговый термин, дабы продвигать в жизнь некие системы автоматизации, системы управления, которые, прежде всего, изначально служили для управления большими зданиями, из которых здание-то билдинг жить не может. А потом этот термин перерос и переехал к домашнему применению. Но так как никто четко не определял понятия, умным домом называли все, что угодно. Поэтому он настолько нечеткий и часто непонятен не то, что потребителю, а даже профессионалу, что мы стараемся его не использовать. Более того, в некоторых компаниях, которые плотно занимаются системой автоматизации, в принципе, это автоматизированная система управления, вот там вообще запрещено в ходу такой термин, как умный дом. И какой же термин применим? На сегодня мы называем это системой автоматизации. То есть для нас этот термин неким образом отражает инженерную задачу, которую решает эта система. Простым языком выражаясь, система автоматизации или система управления, то есть это масса таких электронных помощников, которые делают многие вещи без участия человека. Скорее один. Да, потому что на сегодня в хорошем доме как раз помощников электронных слишком много. И мы пришли к очень интересному факту, что по мере развития технологий дом оброс кучей всяких электронных устройств. Каждое устройство имеет какой-то алгоритм, какой-то пульт управления. И в итоге получается, что человек вместо того, чтобы облегчить себе жизнь, должен разбираться во всех этих сложностях. А система автоматизации, это как раз и есть некий помощник, который берет на себя эту задачу. Что представляете? Естественно, это некий контроллер, который подключается ко всем домашним системам и управляет ими, то есть либо передает команду хозяина дома, либо это может происходить в автоматическом режиме. По каким-то событиям, по времени, по заходу или восходу солнца, по времени года. По звонку пользуется их хозяином. То есть в понятии умный как раз, который все-таки нужно объяснить, входят как раз те вещи, которые, некий алгоритм работы, который заложен в системе интеллектуальной. То есть когда она сама принимает решение, что выключить свет в помещении, которое не используется. Это некий искусственный интеллект, да? Можно об этом говорить, да? Совершенно верно. Система автоматизации обладает искусственным интеллектом. Это и есть интеллект вашего дома. Ну давайте вот каким-то по отдельным составляющим, чтобы мы о самого умного дома поговорим. Ну, в современном доме очень много систем инженерных. Начиная от системы отопления, вентиляции, кондиционирования, не заканчивая такими вещами, как молния защиты, стаивание льда и снега. И поверьте, если делать все на совесть, там каждая система обладает некими своими контроллерами, оборудованием, которые работают по каким-то своим алгоритмам, которые требуют внимания, управления, которые могут давать диагностику. И, конечно, помимо инженерных систем, которые обеспечивают дом, в нем есть комплекс развлекательных систем. То есть это наше телевидение, это интернет, радио, на секундочку. Да. То есть есть системы озвучки, есть системы раздачи некого центрального контента на телевизоры в дом. И комплексы и развлекательных систем жизненнообеспечения, ну, на нормальном доме может быть порядка 20, а то и 25 различных систем. Вот. Соответственно, каждый из них нужен свой подход. Каждый из них обладает некоторым функционалом. И когда вы реализуете сначала функционал каждой системы, ну, банально, то есть выключатель включает лампочку, да, то потом вы можете соединять события разных систем воедино. И у вас будильник соединен с лампочкой и с приводом штор и с музыкой. Человеку не надо делать несколько усилий, да, чтобы они выполнили несколько операций. Да, и более того, да, действительно, для него это все выводится в очень удобный интерфейс, интуитивно понятный, женщинам и детям. И при помощи этого интерфейса он может контролировать как систему по отдельности, так и создавать некоторые свои события. Мы называем их словом сценарий. То есть люди, в общем-то, дома, почему дома? Вообще мы живем по неким прописанным нашим сценариям, обусловленным их привычками, нашими желаниями, предпочтениями. И все эти сценарии в теории можно продумать, прописать. И тогда при нажатии одной единственной клавиши человек будет переводить свой дом в боевой режим приема гостей или в утреннюю побудку собирания на работу семьи. Возвращение с работы домой. Конечно. Мы все в этих событиях. Но когда мы даже не замечаем, сколько всех всяких вещей и кнопочек нам приходится нажимать каждый день. начиная от кнопки включения света и телевизора и заканчивая кофемашиной. Поэтому, если есть такая возможность автоматизировать все эти процессы, то этим как раз и занимается система автоматизации. Есть какая-то стандартная система автоматизации для типичной городской квартиры? Какой их? Миллиарды. А есть ли какой-нибудь стандартный дизайн для типичной городской квартиры? Ну, если вспоминать историю, та же Хрущевка, например, да? По одному типу. К счастью, мы вышли из стандартизации. И не строим на сегодня коммуны. Конечно же, любой дом – это большая индивидуальность любого человека. Для человека именно как раз подчас его жилища становится формой самовыражения. И если мы говорим про дизайн и про интерьер квартиры, мы всегда расценим его именно индивидуально, каждый по-разному. Также система автоматизации, она неким образом подстраивается, то есть реализует характер, может быть, образ жизни некого заказчика. Есть, конечно же, стандартный набор функций, которые чаще всего делаются. Ну, например, такие вещи, как управление освещением, такие вещи, как управление климатом, такие вещи, как управление шторами, управление, не знаю, полами тёплыми, система антипротечки, озвучка всех помещений. Это некий стандарт. Но сейчас я употребил слово управление, но не употребил слово автоматизация, и ни одного не было умного. То есть просто нажать кнопку «Включить свет» можно обычным выключателем. В системе автоматизации, наверное, самое главное, чтобы в ней присутствовал именно тот самый интеллект, подстроенный под своего заказчика. Может быть, даже она должна обучаться. И тогда она будет очень индивидуальна, и тогда нельзя сказать, что она неким образом стандартна. То есть стандартны её некоторые элементы. Но каждая система индивидуальна, она персинифицирована под конкретного человека. А в процессе работы уже этой системы можно изменить параметры, естественно, сделать более удобное использование. Вы живёте её, вы притираетесь к ней, вы понимаете её возможности, вы привыкаете, вы меняете свой образ жизни таким образом. Для любого человека переезд просто даже из одной квартиры в другую это уже подстройка под новую реальность. А когда у него ещё есть такой удивительный помощник, как система автоматизации, он начинает ей пользоваться, он осознаёт богатство этих функций и уже включает фантазию и начинает сам придумывать сценарии. Начиная от простого, он может создавать сценарий освещения у себя в гостиной и заканчивая глобальными сценариями, то есть, например, режим, когда он оставляет дом и уже отводит. Речь, безусловно, не идёт только о домашнем пространстве. Офис, место работы – это тоже пространство для автоматизации. Более того, если говорить про развитие систем автоматизации, как раз они сначала-то пришли из бизнес-пространства, из офисов, из зданий. То есть, в чём специфика? В офисе не ставятся таких задач, как обеспечение максимального комфорта человеку. там нету режимов. Человек должен работать. Совершенно верно. Но такие базовые вещи, как экономия электроэнергии, управление тем же светом, то есть, неиспользование ненужных световых нагрузок, и управление климатом, и озвучка помещений – это всё элементы, которые присущи как домашнему пространству, так и офису. Кстати, по поводу освещения, один из самых актуальных вопросов, я имею в виду, экономия на свете. Есть подсчёты? Каких процентов достигается экономия? В каждой конкретной ситуации она разная. Но в среднем утверждается, что от 30 до 40 процентов можно сэкономить на освещении, если оно интеллектуально. Почти половина? Да. Мы очень много сжём света в пустую. Ну и сразу хочу спросить по поводу света, насколько это дорого, настройка интеллектуального освещения? В зависимости, конечно же, от тарифов на свет. В Европе утверждают, что установка системы управления освещением окупается буквально за три года. У нас, я думаю, конечно, будет подольше. Слава Богу, у нас электричество не такое дорогое. Но это всё равно существенно. Но дело в том, что как раз на свете это меньше всего экономия. Самые пожирающие электричества системы это, например, такие вещи, как тёплые полы. И люди, которые сейчас слушают станцию и знают, что у них есть тёплый пол, не соврут себе, сказав, что пол, как правило, постоянно включён. Когда вы спите, он работает. Когда вы ездите на работу, он работает. Многие даже знают, что есть в термостате пола функции, когда можно выставить, и он будет отключаться в определённый момент. Но кто это делает, это очень неудобно. Но тёплый пол зачастую, это же основной источник отопления, да? У некоторых? У некоторых, да, но, как правило, нет. Ну и кроме того, какой смысл топить квартиру, когда вы уехали даже на один день? Вы прекрасно можете оставить её охлаждаться, а за час до своего приезда она будет знать, начнёт топить обратно. Давайте поговорим ещё о производителе того оборудования, которое вы предлагаете. У нас несколько брендов автоматизации. Все они представляют американскую школу. То есть школа в большей степени направлены на обеспечение комфорта, на имеющую ряд систем развлечения. То есть эти системы кардинально отличаются от европейского подхода, где во главу угла ставится исключительно экономия, экономия, экономия. И у нас есть в нашем портфолио целых три бренда, представляющих разные школы в развитии американской концепции автоматизации. Один из них – это Илан, сайт у него – Илан Home Systems. Второй из них – это Savant. Очень интересный бренд, базирующийся на Apple. То есть практически всё своё ядро он использует стандартное Apple-овское оборудование, лишь интеллект, программное обеспечение. Тот же планшет, да? Да, выберёт все Apple-овский планшет, и он у нас работает как пульт. И третий бренд называется Control4. Тоже компания нового поколения, очень интересная, семимильными шагами, охватывающаяся новые и новые рынки, очень популярная, даже можно сказать, в своей специфике, в своей сфере в бизнесе разнаменитая. Поэтому у нас есть предложения на разный кошелёк, на разный функционал. Даже интерфейсы управления, они разные. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Дабы мы могли покрыть 100% заказчиков и их нужд, наше портфолио только по автоматизации включает в себя целых три бренда. Эй, Титрейт работает по всей стране, да, ведь я не ошибаюсь? Да, он работает и по России, и странам СНГ. Более того, в Украине тоже, на здесь представительство. Приведите конкретный пример, что сейчас наиболее востребовано у наших соотечественников в плане автоматизации? Разумеется, когда человек доходит до системы, как правило, он не знает, что он хочет. Он ещё не понимает, он не пробовал это. И идёт набор стандартных функций. То есть, это управление освещением, это управление его электрическими устройствами, такие как вытяжные вентиляторы в самозлах, шторы, тёплые полы. Это комплекс обязательно системы развлечения, то есть, наши люди и телевидение смотрят активно и слушают музыку. И поэтому, конечно, когда вы делаете большой дом, хочется, чтобы музыка играла везде. Это приятно, комфортно. Но помимо этого, есть некая особенность, особенно сейчас у российского потребителя, комплекс системы безопасности, он стал тоже крайне важен. Помимо комфорта, то есть температуры, есть система безопасности. И когда вы собираете воедино сигнализацию, видеонаблюдение и контроль доступа, сценарии могут быть очень интересными. То есть, когда комплекс работает воедино, как единое целое, то уровень безопасности возрастает в разы. И на сегодня есть ряд решений, которые обеспечивают очень серьезный уровень безопасности для людей, удобства, комфорта и спокойствия их при проживании в своем доме или квартире. Безопасность это в том числе и квартиры, и загородного дома, коттеджи и многих других объектов, которые присутствуют в жизни. Это действительно разные задачи абсолютно, если там дом стоит в лесу в поселке или на берегу реки. Да. Людям хочется ложась спать, просто находясь прямо в доме, нажатием одной кнопки обеспечивать себе несколько уровней безопасности, то есть, например, ставить на охрану первый этаж, блокировать сразу все двери, включая специальные датчики. Не поверите, есть люди, которые по нажатию кнопки выпускают ржевых собак из вольеров ночью. Эти все вещи, когда они в комплексе именно взаимодействуют друг с другом, они дают очень интересные комбинации, которые можно уже даже придумывать, насколько, какой уровень безопасности необходим человеку. Наверняка, вам задавали уже этот вопрос. Я к тому, что найдется масса скептиков, которые скажут, любая система дает сбой. Конечно. Любая. Даже любая. Вот что касается автоматизации. Есть такие риски? Естественно, электроника есть электроника. То есть, нету безотказной электроники. И, конечно же, инженер-разработчики это понимают, и проектировщики. Поэтому, когда они проектируют систему, это все в индивидуальном порядке происходит? Знаете, на уровне производителя, производитель тоже с этим знаком. Они уже обеспечивают некий уровень дублирования и независимости, например, отдельных систем. То есть, если у вас, не знаю, сломался пульт управления, это не значит, что у вас не работает свет. У вас остается выключатель на стене, вы нажимаете на кнопку там, и свет срабатывает. или наоборот. Если у вас вылетел один контроллер, который отвечает за музыку, это не значит, что у вас отключилось отопление. Каждая из систем, мы твердо придерживаемся этой концепции, должна быть независима, автономна и обеспечивать свой функционал самостоятельно. А сверху, как настройка, уже идет система автоматизации. Более того, вам скажу, что так и устроен сегодня весь мир инженерных систем, домашних. И, конечно же, можно придумать страшные истории, если рассуждать над тем, вдруг сойдет с ума контроллер котла отопления. А он стоит на каждом доме. А это, извините, газ. Поэтому, конечно же, нужно доверять серьезным производителям. Надо понимать, что вы переплачиваете за надежность и за качество. И, конечно же, при проектировании вашей системы надо закладывать, доверять профессионалам, которые заложат некую бесперебойность в работе. То есть, которые не оставят вас в темноте и в холоде. Отлично вы в своей жизни используете данную систему. Какие элементы? Практически все. Все. Да. То есть, ну, у меня, как бы, как у профессионала заложено очень много функций. Но, слава Богу, я, например, не использую систему антипротечки. Она стоит, и я в ней уверен. У меня были плохие опыты по затапливанию целого подъезда. Зато теперь я вот спокойно оставив дом одного, уверен, что там, я же, если прорвет шланг, а система мало того, что перекроет воду, она мне еще смс-ку напишет. Вот, естественно, я постоянно слушаю везде музыку. И музыка для меня это же, да. Естественно, уходя из дома, я не бегаю по квартире и не проверяю, выключил ли я свет в комнатах, выключил ли я телевизор. Я нажимаю одну кнопку, у меня выключаются все телевизоры, музыка, у меня выключается везде свет, у меня выключаются теплые полы. И более того, я даже вижу индикацию открыто или закрыто у меня окна. У меня нету приводов на окнах, которые закрывают, но я знаю, открыто ли у меня окна или нет. Вот. Ну и плюс, система сама ставится на охрану, и поэтому, когда я ухожу, я точно знаю, что у меня отключен утюг, что у меня включены датчики, даже с открытыми окнами, которые засекут любое движение и проникновение в квартиру, и что у меня зря не горит лампочка где-нибудь в дальнем туалете. Поэтому, да, я и мои друзья, знакомые, те, кто более-менее разбирается в этом, и которые строят не первый дом, как правило, всегда и такую систему имеют. Я думаю, что вы заинтриговали уже многих наших слушателей данным вопросом, где в нашем городе, в Кирове, можно познакомиться с данной системой. Удивительно, да, но Киров в этом плане имеет очень хорошего представителя нашего, очень продвинутая, интересная компания молодых специалистов. Называется она High Tech House, находится она, по-моему, по адресу Октябрьский проспект 80, если не ошибаюсь, да, у них прекрасный салон. Вот, недавно они, соответственно, его обновили, открыли, и там можно познакомиться прямо с функционалом, практически полным, системой автоматизации, они занимаются Control 4, то есть у них есть демонстрация. То есть как раз такие вот инсталляции, да? Как раз в шоуруме представлена работающая система, ради бога, можно приехать, потрогать ее, нажимать клавиши, посмотреть, как она включает, включает кондиционер, свет, как срабатывает система, когда вдруг заходит посетитель, даже если вы смотрите кино, включается сообщение, сигнал, то есть вы никогда не пропустите, если кто-то пришел к вам в гости. И приглашаю всех, это High Tech House, ребята будут очень рады видеть любого потребителя или даже не потребителя, просто человека, который интересуется. Можно прийти и познакомиться. Это действительно очень интересно, потому что мало кто еще сегодня представляет, какой же функционал, может быть, и какие возможности таит в себе система автоматизации. Может быть, даже тот, кто придет в этот салон, High Tech House, принесет какие-то идеи, которые потом докатятся до самого производителя. Какие-то реальные вещи. Потому что идет очень серьезное сейчас развитие всей этой системы, всей этой индустрии с точки зрения функционала и программного обеспечения. И, конечно же, кто, кроме людей, которые живут в своих домах, должен сказать нам, инженерам, нам, производителям, что мы должны для них делать. На этом завершается программа «Полезный город». Мы дарим гостя студии Дмитрий Востречкин и руководитель департамента инстанционного оборудования компании A&T Trade. Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания.